В субботу 28 июля в нашем городе, как и во многих субъектах Российской Федерации, прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором выступил директор телекомпании ТНТ Воркута Геннадий Князев, собравший инициативную группу в лице депутатов и общественников Воркуты Владимира Тищенко, Сергея Илларионова, Александра Кузя, Виталия Журавлева и Владимира Сорокина. Митинг против повышения пенсионного возраста 28.07.2018 года МОГО Воркута объявляется открытым. Мы, жители города Воркуты, как и граждане Российской Федерации, считаем, что для повышения пенсионного возраста сегодня нет никаких моральных оснований, а проблемы финансирования и дефицита пенсионного фонда Российской Федерации могут и должны быть решены иным путем. По официальным данным, роста в 62 субъектов Российской Федерации, средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет. Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большее количество занятых находится в серой зоне и от их зарплат не платятся страховые взносы. Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и фактическим расходам, составляет 35 тысяч рублей, а средняя пенсия 13 тысяч рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной льготной занятости дефицита пенсионного фонда должно быть. Более того, каждый пенсионер мог бы в среднем получать пенсию в 13 тысяч рублей. В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников. Без преувеличения можно сказать, что на этом митинге впервые после распада Советского Союза собрались представители разных партий, возрастов и конфессий под единой гидой борьбы за справедливость. Представители ЛДПР, КПРФ, справедливой России стояли рука об руку, защищая права народа. Как вы знаете, мы живем в самой богатой стране мира, но мы этого не видим. 40% ресурсов земных приходится на Россию, но почему-то мы тратим на какие-то страны, платим чьи-то кредиты, чьи-то долги, прощаем, а народ живет в бедности. И хочу просто призвать не бояться сказать слово. Мы не живем, мы существуем. Вот 21 июня Зюганов в Госдуме Топилину говорит в глаза, смотрите, в Прибалтике в два раза больше, чем в Польше, в четыре раза больше пенсии. В Швеции в шесть раз, во Франции в десять раз. Так что же мы в такой богатой стране? Мы их газуем, нефтянуем и все прочее. А мы тут лап высосем. Каждый из присутствующих мог подняться к микрофону и высказать свое мнение по вопросу о повышении пенсионного возраста и прочих демаршей против народа верхушки пенсионного фонда. Поднять пенсионный возраст, ну, тема хорошая, конечно, нужная, понятна, назрела. Но почему-то в пример приводят, что вот смотрите там где-то за бугром, вот так у них все хорошо. Ребят, надо сделать это точно так же хорошо нашим пенсионерам. Тем, кто станет пенсионерами, поднимите жизненный уровень, создайте рабочие места, не закрывайте их. И проблемы будут решаться, все будет хорошо. Но пока... Эта реформа не увеличит нам возраст. Она обрекает поколение, не одно поколение, на нищету. На нищету и, ну, скажем так, я не знаю, как назвать это, наверное, будет очень некорректно. Ну, это какое-то гетто в конце-то, в конце. Поэтому я призываю сегодня быть активным, подписать петицию, подписать обращение. В будущем, если будут проходить акции, мероприятия, не быть безучастными. Спасибо. Так получилось исторически и сложилось, что у меня было два отца. Биологический и тот, кто вырастил. Так вот, я хочу сказать. Тот, кто вырастил, два месяца не дожил до 50 лет. Я уже не говорю о пенсионном возрасте. Мой биологический отец до 57 прожил. Куда ушла его пенсия? Нам его пенсию не отдали? У меня вопрос к представителям ППФ. Куда ушли его деньги? Мы его дети. Почему мы не имеем права наследовать то, что он заработал своей силой, своим потом и трудом? Каких дядей мы содержим и тетей? Яхты, машины, их квартиры, их поездки заграничные, покупки там недвижимости? Почему я должна нести ответственность за его кредиты, но я не могу взять его деньги? Кто ответит на этот вопрос? И я всю жизнь думал, что я сам зарабатываю себе на пенсию. Я отчисляю взносы, я плачу налоги. Сейчас выясняется, что я кормлю нынешних пенсионеров. Президент нам так объясняет, что количество работающих у нас сокращается, а количество пенсионеров увеличивается. Ну и что? Пенсионеры сами зарабатывают себе на пенсию. Перестаньте нам врать. Поэтому я против и пенсионной реформы, и любой другой реформы, о которой еще задорно в царстве ему небесной сказал. Когда слышу слово реформа, значит из бюджета либо собирается, либо уже украли большую сумму. По телевизору сейчас много показывают пенсионеров, которые ездят за границей, отдыхают и говорят, что у них началась новая жизнь, что они счастливы и так далее. Но почему не показывают пенсионеров, которые на пенсию могут купить только кусок хлеба? Почему? Почему это все скрывают? Почему показывают богатых, а не бедных? Почему показывают там тещи и бабушек богатых людей? Показывают золотую молодежь, которых прикрывают богатые родители, которые не боятся ничего. А нормальных пенсионеров, наших пенсионеров нету. Все желающие имели возможность подписать петицию, которая будет направлена президенту и правительству Российской Федерации. Количество людей, присутствующих на митинге, было прямо пропорционально гражданской активности каждого воркутинца, а она не слишком высокая. Ко всему прочему, сказались и внешние факторы. Многие люди, с которыми я разговаривал вообще, придут ли кто на митинг, делали соцопросы. И многие на работе, правда, их можно понять, но многим запретили. Запретили приходить на работах, сказали, если увидим вас здесь, то сами понимаете, что будет. Я могу вам сказать, на данный момент, это я с уверенностью, все, что у нас есть, это наше слово. Если мы будем не бояться, объединимся, говорить, то, я думаю, в единстве наша сила и нас услышат. Кто-то хочет получить наше сознание, нашу волю, нашу душу. Если они залезут туда, страны не будет. Вот я вконтакте как-то в своей странице написал, страна без чести, принципов, морали, понятий и культуры, достоинства разрушит себя изнутри. И перестанет существовать, как государство в целом. К чему стремятся Запад по отношению к восточнославянским этическим группам и государствам? Человек, как и государство, или развивается, или деградирует, гибнет. Третьему не дано. Задумайтесь над этим. И вообще, начинайте, наверное, молиться. Радует, что митинг не оставил равнодушных людей. И не мудрено. Слова, сказанные из трибуны, касаются всех нас вместе и каждого по отдельности. Митинг был предназначен только для одного. Для того, чтобы показать нашим властям о том, что жители города Воркуты против все-таки повышения пенсионного возраста. Народ еще не готов к этому. И по поводу того, что много людей пришло или мало, мне кажется, не мне судить. Самое главное, что были те, кому это было небезразлично, и они сюда пришли. И выходили к микрофону и все-таки говорили свою точку зрения, не стоя в стороне и не сидя дома. По самым скромным подсчетам, митинг посетили порядка тысячи человек. А петицию подписали 733 воркутинцы. Конечно, наша страна не может обойтись без иуд и штрейкбрехеров, но и этот результат уже сам по себе неплох. Вячеслав Ирин, Иван Волошин, телекомпания ТНТ Воркута.